Здарова! У каждого, наверное, есть любимая игра, в которую он может играть сотни часов. Сейчас я задам пару необязательных вопросов, на которые вы можете не отвечать. Что это за игра? Ты, наверное, поиграл во множество игр? Поставь видео на паузу и хорошенько подумай. Какого она жанра? Ну, тут ничего объяснять не надо. Почему ты в ней столько провёл? Тут можно указать несколько причин, ну ты понял. Что эта игра тебе дала? Не считая веселья и положительных эмоций. Ответы на вопросы можешь написать в комментариях, ну а я расскажу о своей любимой игре. Да, эти вопросы были довольно важны и обязательно. Её название я сразу не скажу, чтобы была интрига, но для тех, кто меня знает, никакой интриги не будет, но всё же. Я обожаю песочницы. Не эти. Да, эти песочницы. Один из самых недооцененных жанров в этом мире. Ну, тут в принципе понятно почему, так как в песочницах нет сюжета, нет особой мотивации, ты можешь делать всё, что захочешь. Все же играли в Майнкрафт. Так вот, это тоже в каком-то смысле песочница. Думаю, тут всё понятно. Провёл я в этой игре где-то 250 часов. Это год неспешной каждодневной игры. Знаю, это не так много. Некоторые люди проводят в играх и по 2000 часов, и даже по 5000 часов. Но есть одно маленькое НО. Это либо игра, в которой есть мультиплеер, или какая-то мотивация, сюжет, кооператив, ну всё в этом духе. В них можно легко провести 200-300 часов за два месяца. В той игре, в которую играю я, нету НИЧЕГО. Ни сюжета, ни кооператива, ни мультиплеера, и даже мотивации. НИЧЕГО нет. Единственное взаимодействие с людьми – это мастерская Steam. Это игра People Playground. В ней нет ничего, что есть в обычных играх, но зато в ней есть всё, что надо мне. Есть люди и роботы, много взаимодействий с ними. От того, что человека можно оглушить битой или специальным шприцом до абсолютного бессмертия. Этим игра и цепляет. Если у вас есть куча идей, и вам некуда их воплотить, то эта игра для вас. Любой сюжет или сцена прекрасно воплощается с помощью People Playground и мастерской. Тут даже есть продвинутая система повреждений, что ещё больше добавляет реиграбельности. Благодаря этой игре я очень многое понял в построении диалогов, сценариев и кино. В общем, игра хорошая, но это не единственная моя любимая игра. Есть ещё одна, но о ней я расскажу в другой раз. Или нет, Карвач, наберём 6 лайков и я расскажу. Ну, вроде это всё, надеюсь было интересно. Подпишись, напиши комментарий и конечно поставь лайк. Ну а теперь точно всё. Хорошей игры, бро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok